Я не знаю, у кого сейчас там хороший будет. Погнали! Запустил. Всё, бежим, суицидимся. Лагейл максимально пробегает, и насрест. Да вы суицидитесь. Мы лемминге. Суицидальные блюдки. Фу, как некультурно. Блядь, зачем в бой меня вели? Неприятные люди. Бой идут одни стариканы. Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы рассматриваем подземелье Вольная Гавань. Крайне простое подземелье, с весьма выдающейся историей, выдающимся трэшем и всем таким прочим. Суть старта подземелья весьма проста. Как вариант, можно скипнуть абсолютно всех мобов через СС Варлока, через Соул Стоун, Камень Души. Просто-напросто он вешается на хила, хил пробегает вместе с остальными участниками группы. Все умирают, хил воскрешается, и при этом хил отдает масс-рез. Да, конечно, при этом тратится 20 секунд на смерть и 10 секунд на каст, но она того стоит. К тому же, если у вас есть в группе разбойник, можно все это избежать и пройти без смертей, без каста масс-реза, и спокойно выпадать этот трэш-пак, который нужен для старта босса. Четыре моба, две собаки, два танка-милишных моба, которые кидают раскалывающим броском танк к самому дальнему таргету, как мне кажется по моим наблюдениям. Ну а также крепкая плеуха это Милли Клифф, тот самый, который просто требует избегания, раскрытия глазок и небольшой внимательности. Внимательно следим за зараженным модификатором, чтобы ничего лишнего не повылазило. Убиваем трэш, ждем спауна босса. Класс, гера на тебя. Итак, после речи о паладинах, мы пылим босса. Босс относительно несложен, кастует рывок, все абсолютно прорисовано. От земляной воид-зоны отходим, и от пути его рывка отходим аналогично, чтобы не словить лишний дамаг. Все крайне просто. Также самое главное, чтобы наши РДД и хилы, в которых будет делаться рывок, не стояли слишком далеко за пределами платформы, так как босс просто-напросто сэвейдится. Примерно на 80% птица улетит, будет летать, плеваться в нас зеленой жижей, нам нужно будет просто отходить. Ну и периодически также будет рывок, от которого нужно будет отходить. Геометрически можно все просчитать, и не словить этот лишний дамаг. Я уж думаю, ловить лишний дамаг, это абсолютно ни к чему. Сам же босс по себе относительно мирный, ну чуть-чуть. Кастует выстрел, от выстрела отходим от морды, ну и бодрящая пойла, кик каста просто даем в это время, и все. Босс умирает, идем дальше. Может и не будет. А Оле все? Оле, я думаю, все. Ну он же еще ДХ себя одевал, то есть он с одного героика в 12 шел просто, на вчерашний даже не пришел. Куда его там брать? Он 51 сейчас у него, в этом левел. То есть это максимум, что он там наскрёб, видим. Спасибо, подряд. Бля, я нашел этот фильм, посмотрите его, короче. Вам, наверное, кажется, что Десятое Подземелье по уровню ключа требует очень много сосредоточенности, и какими-либо лишними действиями заниматься в принципе нельзя. Но так как этому контенту уже не первая неделя, то, зная абсолютно все механики, можно немножко и отвлечься на обсуждение каких-либо интересных вещей с гильдейцами. К примеру, обсуждение будущей тактики на мифических боссов, которых мы будем осваивать по вечерам. Ну, у меня это будет, конечно, ночное время, когда я буду высыпаться, это крайне интересный вопрос, но все же. После килобосса двигаемся на мост, убиваем танка милищного мопца, идем далее, смотрим аккуратно по нашим модификаторам. Если у нас есть зараженный, то внимательно смотрим мопца, который заражен, кидаем его в контроль, выпуливаем все остальное с целью очистки платформы. Появляется два новых типа мобов, вернее, даже три. Итак, первый это боец на веслах, ему нужно сбивать кассу струи морской воды. Если струя не будет сбита, она кинется под вас, и при этом из этой водяной войды нужно будет просто-напросто выйти. Если не выйдете, то вам нанесется дамаг от магии, да и к тому же еще и подкинет. А получить дамаг от падения, не думаю, что будет как-то приятно. Как по мне, это вообще позор. Также будет еще один мопчик с уникальным типом механики, хотя эта механика похожа на первого босса. Конкретно рывок, рывок дуэлянта. Нужно просто-напросто отойти. Ну, либо дать какой-либо стан ему в этот каст. Все очень просто. Ну и крысоконь, моп, который кидает ловушки. Просто-напросто нужно уйти из ловушек в момент его каста. Не думаю, что это очень сложная механика. Убиваем этот трэш, зачищаем платформу и продвигаемся к мопцам, которые нам нужны по запуску ивента. Каждую неделю абсолютно все разное. Либо собачка будет бегать от одного вражеского мопца к другому, и нам приходится защищать очень много мопцов в этом подземелье. Либо же просто-напросто будет стоять дружеский моп, которому нужно прокликать абсолютно всем участникам группы одновременно. Либо еще каких-то парочку интересных вещей будет, но пока что не увиденных нашей группой. Как говорится, время покажет. Но в текущий момент мы просто чистим трэш и одновременно поговорим с мопцом для того, чтобы третий босс ушел от босса второй нумерации. И по нему открылся нормальный дамаг. Слишком долгая зачистка трэша сейчас будет. Наслаждайтесь. Ну, Егор, о том и речь. Конечно, зачем так делать? А баланс друиды, блядь, до сих пор такая же хуйня. Если тебе на бурсе на прокол, у тебя есть дпс на критовало, если нет, то нет. Все не меняется. Только что, рифтору десятку не закрыли? Я эту лох просто у нее обнаил. А дешмот глянь на нем, надетый, да и все. Есть там десяточка эпохальная вещица или нет. Тут много чего надо убивать. Убивать крыс, примем. Потом это все дерьмо, что тут стоит. Типа, его можно убить. Дай, дай, это все убивать. Мы сегодня проходили. Так, там аккуратно, потому что гун, ага. Ну ты можешь там какой-нибудь станчиком подкинуть или паралич. Сейчас полпак оставил, подтверждал пока. Холипало красиво, умоляю, Стане. Почему, увидев ерогниф, я сразу понял, что искать нельзя там. А, точно, все, хорошо. Сбил молнию. Ты нас, значит, дезинформировал. Ты нас и своих подписчиков тоже. С каждым днем я становлюсь умнее. Век живи. Век учись. Так еще рано, там еще паки чистим. Произвать еще успеем. Блин, я тебя расстрою. Лобные доли, которые отвечают за вам, растут и билстик пилят. Во, вот это вот все, что на заборе тут висит, и вот все убивают. Тебе недолго осталось умнеть. Нормально, пять лет, ты что? Там три босса. Там три босса активные, еще не все пилят. Все одновременно нажмем сейчас? Подходите, подходите, пьем. Все. Все нажали зеленого мокса? А, в бою нельзя. Подошли, нажали, баф на себе увидите. Шоса, кликай. Все. Все. По боссу? Или герр ждем? Я же говорю, надо паки чистить. А что вы сюда прибежали? Какой пак? Все паки, что здесь их чистят, кидайте в луну контроль и поехали. С первого пака. Вот отсюда, с красной меры. Я не вижу, я пьяный. Я в пиве. Струя, аккуратно. Паралич там не скинется? Сколько у него еще секунд действия? Не, еще дал. С секунд 15. Угу. Струю. А зачем мы это чистим-то? Мы потом еще пробежим что-то, Юля? Не, не, вот мы сейчас здесь почистим хорошо, и потом нам не надо будет бегать. Мы, мы тогда вот этот, который рядом с боссом, который мы сегодня убивали, мы его не будем убивать. Больших там вообще, а больших удаунов, которых, великана, мы их вообще не трогаем, вообще никак. А, я тебя понял. Окей. А он... А хуна, бля, он убегает. Кто-то убьют его, честно. Дальше, го. Мгм. Аддон Angry Key Stones. Все аддоны, которые установлены, есть на ютубчике, в отдельном видосике, все это рассматривается. Да, 4 смерти. А, так мы скипали старт, поэтому 4 смерти. Вот тут баф есть еще. Там, где я на полгромет. Че там желтая метка, еще раз не понял. Ну там стоит этот пьер на нем баф. Ну и че, и зачем она? Ну вот так, а, у всех есть, да. Там же с одного моба может забавить себе, че париться. Ну на мне бафа не было, на мне кинулся дебафа. Сейчас на мне баф. Гуны. Там нужно, чтобы все выпили, там для этого кинается баф. Хотя, куда он? Ну выгоджу, но забивает. Забывает. А я прям к нему прилетел. Прям надо станы давать, ну типа, слову станы. Никогда он и бежит. Отсчет в боссы, поехали. Да, Джоли. Маленькие земляные воиды, это бафы. Земляные воиды, это бафы. Да и даже дебафы. Суть в том, что в этом сетапе мопцов нам будет помогать Руми Манкомп. Он будет кидать три вида пойла. Первая, едкая, которая носит силу природы ежесекундных течений в 8 секунд. Вторая, дающая уверенность, увеличивающая показатель крит удара на 50% на 8 секунд. Третья, окрыляющая пойла, повышающая показатель скорости на 30% на 8 секунд. Также игроки могут поймать этот баф. И мопцы также ловят этот баф-баф. Называйте это абсолютно как хотите. Суть одна и та же. Маленькая земляная воида. При этом в сетапе мопцов самое главное знать то, что нужно выходить от большого земляного воида. Это удар бочкой. Ну и также стоит отходить от разрезающего рывка от капитана Джоли. Периодически он же будет выпускать смерч линков. Это каст, который будет сопровожден водяным мечиком. Суть его проста. Нужно завести этот водяной клинок в капитана. Не стоит кайтить, не стоит делать никаких лишних манипуляций. Самое обычное действие именно нужно завести аккуратненько. В этот момент милишники от босса отходят. Вот и весь босс. Ничего сложного. Самое главное не ловить лишнего дамага. Босс убивается. И идем далее. Танк для освоения. Блат. Так, давайте без АУЕ сейчас я отведу до начала. На мост, на мост. Это не мост. Тьфу, блядь. Я на деревяшке повел. А, ты хочешь к лосту сначала подойти? Конечно. На акула тут самое ебло. На него бейл будет. Все, хорошо. Тогда я тебя понял. Принято решение идти на сразу последнего босса в этом подземелье. Но не последнего при нашем прохождении. Красавчик Харлан. Мы пойдем на него. И сейчас на мосте будет очень интересная механика, которая сопровождена кастом, мотивация болью. Я думаю, те люди, которые уже не раз были в этом подземелье, прекрасно поймут эту механику. Но и сейчас вы ее увидите. А самую лучшую попытку реализации этого каста я скину в описании к этому ролику на ютубе. И там будет твичевский клип 30 секундный. Вы его посмотрите. И там прям все очень хорошо реализовалось. И мопцы умерли как надо. И дамага никто никакого лишнего не получил. И при этом никто не умер. Следите за этим. Так, ну тут через мотивацию болью все надо убить. Но есть моп гуновский. Там вся тварь стоит. Ей тоже контроль дайте. Можете тех подпулить. Там везде гуновские твари. Ну вот какой-то такой пул. Не сбиваем косты. Вот он тот самый момент с мотивацией и болью. Смотрите как тают эти момбы. По полосочкам хп. Я поздно увидел. Тай не вы, они подохли как юбки. Ну да, у них по 5% хп. Добивайте. Патруль убиваем или скип? Патруль будет уже принять. Патруль хороший. Так, сейчас минуту дверь откроем. Гуничу тоже там есть еще. Гунич. А он тот же пак следующий тоже берется. Там же тоже через АУЕ. Патруль приехал. Там может быть все паки. В 12. Типа это хороший профиль. Я говорю за, нет я. Попу же босса. Короче, там только череп не заливается. Вот эти все делаем. Пак из двух мобов. Патруль забираем. И все. Да. Тут все 4 пака вот эти профиля стоят. Кроме того, что перед боссом. Они все мотиваются и болью убивают. Все 4 пака вместе с Патрульом. Уже там вообще какие-то еблокливы. Они два пака за двумя кунами. Пулят. Одного гуна АУЕ. Жат нахуй убивает Дэдстан. Другой в контроле. Там билы какие-то. Там даун вышел. Там бля просто какой-то нон-стоп кайт идет. И нон-стоп АУЕ. Так, теперь гуна СПА. Дудемонг, к сожалению. Сейчас СОЕ не так все хорошо, как раньше. Да, там. Простмах. Сова, короче. Ну, воп. По персам не входил. Так, что дальше делаем? Порталом запрыгиваем наверх, да? А он тот пак не будем забирать? Он прям у него здесь мотивацию убивает. Нет, тот он не может. Типа его можно убить. Давайте босса уберем. Хорошо. Сука, ну портани ты. Ну подпрыгни и портнись. Да я уже заебался, я так пробегу. Я прыгал, прыгал. Даю отсчет. Просто небезучие. Было принято решение спулить сразу босса. Без пака мопцов перед ним. Но сейчас нас за это накажут. Просто внимательно слушайте. И смотрите, что сейчас случится. И смотрите, что сейчас случится. И вот такие пакет. Такая пакет. Допуст, ты мне очень Northwestern. Допустарь. И вот это очень вкусно. Допустарь. И вот это подсмотр. И вот это приготовленный, И вот это только в программе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это самые обычные линии, которые отходят от лица босса Хотя увидеть их крайне трудно Босс весьма мал по своему росту и по своей модельке Так что просто нужно как-то приблизить камеру, возможно раскрыть глазки и лицезреть сие чудо Не особо много дамага это сабля, но все равно ловить лишний дамаг крайне ни к чему Да и самое, пожалуй, грустное в этом косте то, что нас обталкивает назад, увы Также вешается обстрел на какую-либо случайную цель Ну а с 60% босса при броске шулерских костей Аврал вешается на 4-х человек обстрел И при этом им нужно просто аккуратно его кайтить Периодически будет вылезать мопчик, которого можно кинуть в контроль Какой-либо паралич, стан, виферюш соло, обездвиживание кое-либо, корни Он доступен ко всему контролю На 30% своего здоровья босс кинет последние кости в своей жизни Линкор Скорость атаки повысится на 100% Получаемый урон по боссу повысится на 100% Танку будет больно, ну и боссу будет тоже больно Некая гонка ДПСа при этом откроется Босс убивается, мы идем дальше Не на маунт, не дает сесть, не знает Может побить Кинешь параличка это? Да, да, окей, кинул Не, если мы сейчас, блять, не пройдем в таймер Я ебал нахуй вообще тогда ходить, блять, этими в плюсы Как-то что-то стараться там скипать Что-то делать Выжимать из себя максимум Нахуй это надо, если, ну, другие люди хуйней занимаются Вы меня извините, конечно, но я не для того сплю по 6 часов в день, чтобы Деградировать В результате варкрафтов с томатом То есть я хочу делать прогресс Прогресс делается путем успешных прохождения ключей Шосса Я все под контролем Шосса любит пакет пули Все под контролем Блять, че ж у него хп так много, а? Да, он под конец сделает по себе плюс 100 получаемый Вот сейчас вроде бы Вот, да, да, с 30% Но он хасту повысил себе еще, так что надо хилить Ну, это твои проблемы Мне больно, да Ну, мы прям впритык в таймер можем закрыть, так что давайте, сосредоточьтесь Ну, да, в теории Тут пластик уже, великаны, нахуй не надо Вот сейчас идем сюда на балкон, на балконе пулим Бьем, ну, в луну контроль, естественно Так, какой балкон? Досочки После убийства босса мы идем направо Внимательно смотрим на модификатор зараженный Пулим только тех мобов, которых нам нужно Самое главное не перебрать по процентам Но так как меня немножко отвлекали Я не особо слушал разговоры своих Одногруппников Тех людей, которые находятся со мной в группе И в итоге я спунил чуточку лишнего Но это не особо повлияло на прохождение подземелья Вольная гавань, это вообще такой инст, на самом деле Очень схож с Атолдазаром по сложности И по прохождению во времени Их, в принципе, почти невозможно заруинить Ну, действительно, гляньте Сколько всякой дичи будет происходить Во время всего прохождения подземелья Просто посчитайте количество смертей Некоторых ошибок И какого-либо формата АФК То есть В итоге у нас даже в запасе осталось 2 минуты Мы прошли не впритык Да, конечно, эквип вырос Почти у всех 365 Но мы фармим десяточки Ради 370 и более шмота Хочется одеться Потому что, мягко говоря, в текущий момент Мы ходим с голой жопой Иначе сказать, в принципе, невозможно Убивается трэш Проходим к боссу Запускаем сценарий Беги, малышка, беги Раскрыл секреты гильдии Те не стыдно Надо Я побежал Запущу это Слепая ярость на Няке Няка, заводи его в арену аккуратно Не спульт другие паки Армс лучше Ну вот этих двух бы убить У меня типа манекены Ладно, не буду на них купить Да мы можем их еще успеть убить завтра Ну да, давай, пока я не начался Я их подслуживаю Я тебе говорю 5 минут, я занят Манекены просто хорошая тема для растутки дипсов Нервный шосик хашу, чтобы энергии придется наплотить Ну вообще да Там РП будет 30 секунд после того, как умрет черепашка Сходите, жмите Найс Ну да, конечно, таких побегушек с хрюшкой быть не должно было Абсолютно все стоят к косточке Которой я сейчас подбежал После того, как только подошел к своему игровому месту И просто спидкликают по этим косточкам То есть нажимаем, нажимаем, нажимаем До тех пор, пока не вылезет хрюшка И суть в том, что ее нужно прокликать 5 раз Дабы сбить с нее абсолютно все дебафы масла Ну и унести в комнатку, где вылазят боссы Первый босс, черепаха Кидает панцири, от которых нужно отходить Дамаг от панцири был завышен относительно недавно Поэтому на терраническом модификаторе уж точно ловить их ни к чему Если вас вытолкнет, а еще если вытолкнет за пределы арены Вы будете получать дамаг от зрителей, которые смотрят за этим боем От, казалось бы, дружественных мобов Они просто-напросто будут вас бить И при том весьма сильно Так что не вылетаем за пределы этой аренки И спокойно убиваем босса черепаху Следующий босс Акула Самый ужасный босс Этого подземелья Возможно даже этой игры Потому что он спит с акулами В прямом смысле этого слова Так говорят мобы при представлении его игрокам Если там будет акула, я ничего не покажу Вот так у него торнадо есть не пущий Ну отведешь и в кровь что-то Поставляем в том, что мне еще, как Павел, кидает в босс губов Сильно кайфую Гот Улица босс Все относительно просто Он кидает одну акулу Она следует за каким-либо игроком И при этом она всегда следует за самым ближним По отношению к себе человеком Ее нужно просто-напросто заводить в лужицы крови Для замедления Она замедлится буквально на пару секундочек Танку стоит отводить от лужицы крови От самой акулы тоже Чтобы дать рейнджу место для кайта Ну либо этим будет заниматься хил Тут уже на самом деле Как придется Заниматься кайтом акулы милику Или танку Это крайне плачевная идея И ни к чему хорошему на самом деле Она просто-напросто не приведет Цикличный бой На этом он кончится Также не забываем выходить от акульева Торнадо Босс будет крутиться, стоять на месте Способность не представляющая никакой опасности Ну и также он еще периодически будет чажиться Чуточку наносить дамаг Но это не фатально В текущем эквипе Да и вообще в любом Так как там очень маленький дамаг И это лишь всего анимация Уклоняемся от акул Заводим их в кровяные вайды На этом вся тактика кончается И это мой последний монолог в этом подземелье Всех вам благ, счастья, здоровья Плутайте качественные вещи Проходите ключи Без каких-либо глупых вайпов Улов лишнего Контролируйте своего персонажа Ведь только вы в ответе за него До скорого Хороший БР Ну ты успел доту кинуть Молодец Оправдал БР Сосредоточиться Вот тут уже нет Прям просто карму убьет его Вы видели сколько было фейлов Афк от меня Потом Пул от Шоссы Пизда, да Я смотрел как методы на власти вайпнулись На 14 Как мы закрыли на время Я вообще удивляюсь А, ну конечно Одному человеку упали манжеты Второму пускай тоже упадут манжеты Это нормальная тема, говорят Влад Сосредоточиться